Он сказал посланник Аллаха в день битвы Аль-Ахзаб, то есть во время событий Аль-Ахзаб это полчища Суммы, как мы говорили с вами, полчища неверующих, которые пришли в Медину для того, чтобы покончить с мусульманами. Эти события называются Аль-Ахзаб, то есть в день сонных, полчища. Сказал посланник Аллаха в день битвы Аль-Ахзаб, отрекли они нас от намаза Аль-Ахзаб, лучшего намаза, пока не зашло солнце. Да заполнит Аллах их могилы огнем, или их дома, или их животы, их чрева. Сказано, он сомневался по поводу того, сказано ли в хадисе Аль-Буют или Аль-Бутун. Он наполнит Аллах их дома огнем, или животы огнем, это сомнение от кого? Вот шоба, вот шоба, рахмаллаху та'аля. Что касается Ибнус Амина, рахмаллаху та'аля, то он говорит, что этот хадис, он четко указывает на то, что Салат-Уль-Уста, это Салат-Уль-Аср, Салат-Уль-Уста, это Салат-Уль-Аср, говорит он. Если правокалей Салат-Устам указал на это, то значит не должно быть в этом разногласий. Но несмотря на это, говорит он, среди ученых есть много разногласий по поводу этого вопроса. Аль-Уста, Аль-Уста, Аль-Уста как бы буквально означает, что средний, да, Аль-Усат, средний. Но здесь что имеется в виду под срединностью, Аль-Усат? Аль-Усат здесь не имеется в виду средний, а имеется в виду лучший. Потому что в арабском языке слово средний, Усат, означает еще и что? Лучший, тот, который имеет превосходство. Поэтому Аллах Салат-Уль-Аср говорит про эту умму. И так мы сделали вас общиной Усат, то есть лучшей, срединной общиной, то есть лучшей общиной. Аль-Уста, Салат-Уль-Вуста, срединный намаз, имеется в виду, что лучший намаз, который предпочтен перед другими намазами, у которого есть достоинства в сравнении с другими намазами, отличающие его. То есть здесь не с точки зрения количества средний. Не с точки зрения количества средний. Кто-то скажет, ну а почему не с точки зрения числа? Число тоже, два намаза до него, до Асра, Фаджер и Зувар, и после него тоже Маури Паиша. Получается как бы средний. Но дело в том, что мы знаем доводы из Сунны, что отчет начинается с какого намаза? Отчет начинается с намаза Алдухов. Он назван первым намазом. Он назван первым намазом. Поэтому может быть Аср, он и средний с той точки зрения, что до него два дневных намаза, а потом после него два ночных намаза. Может быть, хорошо. Но в Устав, все-таки название его связано не с этим, а с чем. То, что это Фадль, то есть это превосходство. И мы с вами упоминали уже на прошлом занятии отличительные качества намаза Алдухов. Аср.